Новый инструмент для инвестиций Для многих не секрет, с декабря мировые рынки, макро в целом, она сейчас стагнирует, падает. То есть стоимость понижается, это как бы медвежий рынок, он такой тяжелый для новичков, потому что они не видят прибыли, можно сказать. И мы боялись, что люди перестанут инвестировать. Привычка, она осталась, сумма инвестирования уменьшилась, например, кто-то вкладывал там тысячу тенге каждый месяц, сейчас 500, но частотность, она не уменьшается. Создание единой системы страхования транспортных средств обсудили парламентарии союзного государства на заседании в Минске. Так, например, после аварии на территории России Беларусь сможет получить страховые выплаты и наоборот. Для этого в странах создадут общие базы данных и порядок оформления ДТП. Закон планируют принять через полгода. В Беларуси и России реализовали более половины союзных программ, всего их 28. Все они направлены на развитие взаимовыгодного сотрудничества и единого вектора в законодательстве. Этот модельный закон примем для того, чтобы наши граждане не испытывали никаких проблем при автостраховании и при наступлении страховых случаев на территории того или иного государства. Сложная работа, много очень согласований, сказывается различие в наших подходах к данному модельному закону. Законодательство России отличается от законодательства Беларуси, соответственно, законодательство Беларуси отличается от законодательства России. И вот этот консенсус необходим. Россия и Узбекистан 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 оборудование и медикаменты. Также были переданы учебники для начальных классов. По ним дети будут учить туркменский язык в школах уезда Гарамкол. В этой же местности могут капитально отремонтировать дом здоровья. Туркменистан регулярно отправляет гуманитарные грузы соседней стране. Построенный родильный дом, школа и мечеть. Кроме того, Ашхабад обеспечивает Герат и северные провинции Афганистана электроэнергии по льготным ценам. Однодневная предупредительная забастовка железнодорожников в Австрии привела к полной остановке движения поездов в стране и отмене некоторых рейсов в соседней Германии. Курсировали только автобусы и другой общественный транспорт, находящийся в ведении муниципальных властей. В связи с забастовкой железнодорожников на улицах австрийских городов значительно увеличилось движение автомобилей. Местные жители вынуждены были добираться на работу на машинах. На фоне инфляции в 11%, железнодорожные работники требуют повышения зарплат в среднем на 12%, что составляет 400 евро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok